Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Сотрудница городской администрации. Ну, это какая-то очень серьезная, наверное, девчонка была, да? Сегодня 18 сентября, пятница. Сегодня такой, знаете, провал в погоде. Если смотреть на прогноз погоды на завтра и послезавтра, там все хорошо опять вроде как. Да и сегодня все неплохо. Солнце плюс 20. Ну, господи, что ты так боишься? Ну, нет, солнце нормально не морозит, пока снег не падает. На театральной площади, рядом с которой мы находимся, сегодня такая движуха. Там проходит биофорум третий уже. Там, по-моему, проходит ожидание какого-то высокого гостя. У вас, я смотрю, тут двор метут, как пошутили. Страшные силы от листьев. Да, действительно, сообщалось о том, что вице-премьер Аркадий Дворкович должен посетить данное мероприятие. Там, я смотрю, на театральной площади уже такая большая установка. Биореактор, да, наверное? Вот этого я не знаю. Даже страшно подумать что-то. У меня такое ощущение, что листья убирают для того, чтобы загрузить в этот биореактор. Может быть, да, загрузят и сделают из него, да. И потом что-то, чтобы получилось. Био-это нол. Да. У нас сегодня еще один будет ведущий. Я имею в виду Романа Веселкова и вместе с Николаем в 12.30. Они представят очередной выпуск программы «Голый весел». Да, будут несколько свежих новостей из области и даже из города Кирова сегодня. Да, сегодня 12.30. Но чуть позже, если говорить о том, что у нас будет в эфире, у нас сегодня 13 часов еще программа сделана в Вятке. Будем продолжать говорить о развитии предпринимательства в Вятской губернии. Сегодня у нас уже 19 век, первая половина. Так, что касается нашего второго часа, мы поднимем следующую тему. Совет по развитию предпринимательства при администрации Кирова обсудил вопрос о коэффициенте К2. Мы уже на эту тему говорили в нашем эфире. Речь идет о ЕНВД и о повышении... О едином налоге на вмененных доходах, чтобы уж совсем понятно стало. О повышении этого коэффициента, это произошло в конце прошлого года, как уверяет часть, наверное, нельзя говорить, все предпринимательское сообщество. Часть предпринимательского сообщества заявляет о том, что непосильным, непомерным стал этот налог. Ну, судя по итогам голосования, опять же, на этом совете предпринимателей, другая часть считает, что он вполне посилен. И даже большинство как бы еще и проголосовало за то, что давайте на 20% повысим. В общем, попробуем еще разобраться. Это все во втором части. С 12 часов разбираться будем и с представителями бизнес-сообщества, и с представителями город-администрации. Ну, а сейчас в нашей студии наши гости. Дмитрий Смоленцев, прокурор города Кирова. Дмитрий Владимирович, добрый день. Добрый день. И Сергей Улитин, член общественной палаты Кировской области, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Этот центр функционирует как рабочая группа при общественной палате. Добрый день, Сергей Николаевич. Добрый день. Почему именно такой состав гостей? Я поясню. Все потому, что накануне, ну, не накануне, позавчера, Центр общественного контроля в сфере ЖКХ организовал круглый стол на тему проблемы незаконно установленных козырьков на балконах многоквартирных домов. В верхних этажей. В верхних этажей, да. В этой рабочей группе, на этой рабочей группе были и представители Центра общественного контроля, представители прокуратуры Дмитрий Владимирович, и представители городской администрации, и представители госжилинспекции, администрации Кирова. И вот как раз-таки обсуждалась эта тема. Я хочу вот начать с вопроса, почему именно сейчас? Почему именно в сентябре, в середине сентября? Тема, в первую очередь, у нас актуальна зимой. Даже весной, скорее, да? Да, весной, когда подтайка идет активная, вы в упореждающем порядке решили собраться и еще раз подумать накануне холодного сезона? Ну да, сейчас вот этот лозунг «Винторис камен», да, то есть зима близко, и если бы мы начали этим заниматься раньше, то это бы, скорее всего, ушло в песок. Традиционно у нас летняя активность достаточно низкая, сейчас все вышли, все участники процесса в том числе, потому что для нас, например, не были очевидны в начале проведения круглого стола Это результаты, к которым мы пришли. Я ожидал, что они будут более-таки спорные, более проблематичные, но то, к чему мы пришли, на самом деле, меня укрепляет в мысли, что замечательный круглый стол не часто такие получаются, когда конкретные решения понятные, понятные причем для всех сторон. Как не допустить? Ведь мы помним, что одна из причин этого круглого стола – это прошлой зимой козырьки, снег, погибшие люди, и, в общем-то, безопасность жителей – это, наверное, одна из важнейших составляющих, за которой надо следить. Сергей Николаевич, вы говорите, что вы так вот дружно пришли к определенному выводу, но вот перед эфиром вы тоже заметили, что на этом столе были представлены все стороны, кроме одной, кроме самих собственников жилья, которые вот эти козырьки держат и которые их спасают, так сказать, зимой тоже в том числе позволяют использовать балкон по назначению. То есть их-то мнение могло быть совершенно другим? Мнение могло быть совершенно другим, но, к сожалению, в данной конкретной ситуации все очень однозначно, и их мнение ни на что не могло повлиять. – Вообще, насколько я помню, городская администрация у нас периодически, в том числе прошлой зимой, она предупреждает собственников, да, вы там убираете, вы там демонтируете эти козырьки. Все это в никуда? Все эти угрозы, не знаю, просьбы, рекомендации? – В прошлую зиму отличилась ленинская управляющая компания, она практически всем разуслала уведомления. Администрация, наверное, в этом плане была более пассивная. Но, да, действительно, общая реакция такая, что мы ничего не понимаем, нам очень удобно, мы привыкли годами ставить свою баночку, там, или что люди хранят на балконах, и нам это очень комфортно. – А вот эти уведомления, которые заслали, какова действенность-то их была, какова эффективность по Ленинскому району, если взять? Многие ли послушались? – Послушались никто. А про масштаб вообще, о чем мы говорим, да, о каком количестве, вот на круглом столе прозвучала цифра только в Ленинском районе, 1280 таких козырьков, которые требуют демонтажа. – А они все-таки пересчитаны? – Конечно. – А кто их пересчитал? – Управляющая компания. – Управляющая компания, да. – То есть управляющая компания какое-то внимание все-таки обращает, да, хотя бы посчитала? – Да. – Если уж не заставила демонтировать. – Вот смотрите, на самом деле у нас было две задачи для круглого стола. Первое – это понять, есть какие-то законные способы легализовать, то есть насколько законны вот эти все козырьки. Это первая задача. И вне зависимости от того, законны или нет, мы же понимаем, что процесс демонтажа – это вещь неблизкая. Как сделать так, чтобы не допустить, чтобы снег на этих козырьках скапливался, что кто-то это бы убирал? На самом деле мы решили обе задачи. Причем первую задачу, к сожалению, мы решили следующим образом. Мы не увидели ни одного законного основания для того, чтобы незаконно установленные козырьки легализовать. Такого, к сожалению, нельзя. – А есть ли какие-то законные основания, чтобы эти козырьки заставить демонтировать? То есть какая-то штрафная санкция или что-то, наверное, вопрос уже… – Это, наверное, Дмитрий Владимирович, да, прокурору. – Да, позвольте, я тоже выскажусь. Все правильно говорит Сергей. Каким-либо образом легализовать то, что запрещает федеральное законодательство, а мы с вами говорим о правилах гостроя номер 170, которое принято еще в 2003 году, они прямо запрещают установку, самовольную установку каких-либо козырьков. Причем я подчеркну, что вот стеклить балконы, их можно стеклить, но козырьки… – Без каких-либо разрешений? – Да, то есть ни в одном запрете, ни в одном нормативном правом акте остеклить этот балкон нет. Но в то же время, если для этого стекления устанавливается определенный козырек, определенная крыша, скатку это делается, то это уже все запрещено. Что касается ответственности, то в этих же правилах прямо написано о том, что собственник либо наниматель, если мы с вами говорим о каком-то муниципальной квартире, которая дана под оговору с восстанемой, они обязаны за свой счет самостоятельно все это демонтировать и привести в надлежащее первоначальное состояние. Почему нельзя легализовать данные козырьки? Во-первых, ряд домов изначально, когда проектируется, строится, то есть это специальные люди рассчитывают определенные какие-то негативные факторы, в том числе те снегопады, которые могут произойти, да, и тот снег, который там может упасть на человека. То есть проектируются определенные тротуары, дорожки на каком-то удалении от этих же козырьков. Либо угол ската этого козырька тоже рассчитывается таким образом, чтобы снег на нем не скапливался. И вот если на этой стадии, да, то есть на стадии проектирования дома какие-то внести изменения по просьбе долющика или еще кого-то, это еще возможно. Но легализовать, еще раз говорю, то, что уже построено, то, что уже есть, то, что уже рассчитано, то, что уже проложены определенные дороги, тропинки, и все, это уже невозможно. И наверняка ведь наличие, скажем так, бумажки, допустим, если бы предусмотреть какой-то такой порядок, который бы легализовал этот козырек, ну, снегу-то без разницы на эту бумажку, да. Не в этом проблема-то, не в легализации, то есть в его установке, то есть как он поставлен, что сделано. Я сейчас хочу обратиться к нашим слушателям, к жильцам верхних этажей. Если у вас вот есть эти козырьки, вы вообще знаете, что это незаконно? И хочу, наверное, вообще расширить вопрос, да. Какие-то еще преобразования в своем жилище, в своей квартире, может быть планировка? Вы вообще знаете, возможно, ваша незаконная перепланировка сделана. И что вам мешает законно-то это все осуществлять? 708-502. Насчет козырьков-то уже объяснили, что законно это невозможно осуществить. То есть сейчас этот вопрос в другом. То есть они же есть, эти козырьки, законные либо незаконные, они есть, и с ними надо что-то делать. Ну, посмотрите, здесь еще раз, давайте так вот определимся, что в первую очередь ответственность, она, конечно, лежит на гражданине, который все это сделал. Но у нас также тот или иной договор, либо нормативный правоакт возлагает на управляющую компанию, либо обслуживающую организацию эти же правила, в том числе, что периодически осуществлять проверки правильности использования балконов, аркеров, лоджий, и принимать меры, уведомлять, требовать. И масса просто судебной практики, где по искам управляющих компаний граждане были вынуждены снести тот или иной козырек. Просто это надо делать, этим надо заниматься. Другой вопрос, что вот касательно, опять же, своевременности, обсуждения этой темы, ну, наверное, даже я бы сказал, что, может быть, немножко и опоздали. Впереди было там нормальное погодное условие, летнее время, да, там, когда надо было этим вопросом очень активно заниматься. Но я скажу так, что этим вопросом, в принципе, и занимались, вот, на том же круглом столе мы попросили управляющую компанию сообщить о том, вот, какие меры они принимали. Какая управляющая компания? А УК Ленинского района, города Кирова. Ведь кроме козырьков еще есть крыши, да, скатные, значит, и вот с 2010 года там были внесены существенные изменения с строительной нормой и правилом, и была предусмотрена обязательная установка с 2010 года ограждающей конструкции кровли, то есть так называемые снегозадержатели. Ну, и управляющие компании, вот, по крайней мере, вот одна из них, они попытались собрать жильцов, чтобы обсудить это и установить, ну, опять же, для чего делается это? Прежде всего, в интересах жильцов, в интересах их собственных детей, которые там проживают. Вот такие собрания были проведены в 20 домах. Значит, в 18 домах, по информации управляющей компании, вообще никто из жильцов на собрание не явился, соответственно, непризнанные состоящимся, а в двух, причем, которые находятся, скажем так, ну, это вот соседние дома, где вот те трагические случаи проходили, это Грибоедово и Левитано, люди-то собрались, но большинство из них сказали, что нам не надо дойти снего удерживающего устройства. Вот что в таких случаях еще необходимо сделать? Тут только один вариант, надо убирать все эти козырьки, если люди просто не хотят дальше какие-то мер принимать, там все, и убирать это надо уже независимо от воли граждан, то есть, ну, опять же, действуя законно, через судебные органы. А как так? Не хочу. А вот насчет того же снегозадержания, если это требуется по закону, как может решать, там, жильцы могут решать, что хочу или не хочу? Вот я же вам назвал, да, то, что с 2010 года это появилось, там, как написано вот в этих строительных правилах, всегда определяется, на какие правоотношения они распространяются. Вот написано, они в 2010 году приняты, значит, это распространяется на вновь проектируемые дома и на реконструкцию. То есть, у нас есть такие дома, которые, допустим, были построены в 90-е годы, и реконструкции там еще не было, капитальный ремонт и крыши не проводили. А, что называется, обратной силы не имеют. Да, 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 правильно говорите, там, обратной силы не имеют. Но вот еще раз говорю, тут кажется, вот, все логично, и правильно, и понятно. Еще раз говорю, если я живу в каком-то доме на квартирном, и там у меня есть скатная крыша, и постоянно, как жилец, я там прохожу и вижу, что кто-то падает, но вот я, прежде всего, именно я заинтересован в том, чтобы там появилось вот эти... Причем, вот мы посмотрели все протоколы, был сделан расчет, предлагалось в рассрочку сделать эти ограждающие устройства. Цена была в месяц 29, от 25 до 29 рублей за квадратный метр. Много это или мало, но тяжело. Это, значит, с человека? С квадратного метра. А, с квадратного метра, да? То есть, если у вас, допустим, предположим, там 40 квадратов, 25 умножаем, то это тысяча, то есть 3 тысячи вот заплатить, ну, предлагалось в рассрочку еще раз говорю, 3 месяца по тысяче в месяц, ну, видимо, люди посчитали, что это дорого. А, я тоже хотел задать вопрос, я-то думал, это из текущих платежей как-то изымается, это все-таки дополнительные затраты? Нет, это дополнительная оплата, да, причем, потому что здесь уже начинаются элементы какого-то ремонта, и вот та оплата, которая установлена жильцами, ведь она рассчитывается, исходя из объема набора определенных услуг, во-первых, обязательная, которая предусмотрена по состоянию предельства, и те, которые, ну, скажем так, заказали жильцы, ну, кто-то ведь может, допустим, посадить консьержа или швейцара поставить, чтобы дверь открывали, то есть это уже дополнительная оплата, есть перечень обязательных услуг, он обязательно делается, и все остальное, все, что захотят жильцы. Еще раз говорю, у тех, у дома до 2010 года, вот заставить их каким-то образом там поставить это все, помимо их собственной воли, ну, это невозможно. Ну, и получается, слушай, интересная ситуация, вот смотри, да, жильцы не хотят ставить снегозадержившие устройства, с крыши что-то падает, не дай бог случается несчастье, а отвечает за это, получается, управляющая компания. Если позволите, вот практически все правильно, но чуть-чуть есть небольшой недостаток в этой версии. Скажем так, управляющая компания будет отвечать обязательно только в том случае, если она не приняла всех необходимых мер, если она не уведомляла жильца, если они не обращались в контролирующие органы, которые вправе привлечь такого собственника или нанимателя нейродивого к административной ответственности, если они не обратились с иском в суд, вот тогда да, тогда будет отвечать управляющая компания. И пример тому, это вот уже наша практика, судебная практика. Вот тот же случай, там, в Ленинском районе, там, на улице Грибоедова, когда снег упал на маленького ребенка, суд признал виновной мастера ЖУ-34, при том, что действительно снег упал как раз с так называемого самовольно установленного вот этого козырька. Но, еще раз говорю, было принято внимание, что управляющая компания, ну, абсолютно никаких мер не принимала, прошу прощения, обслуживающая компания, никаких мер не предпринимала для того, чтобы этого жильца побудить и понудить привезти свой балкон, надлежащий для эксплуатации состояния. Но, если вот мы скажем так, что управляющая компания все меры приняла, то есть, либо, допустим, сейчас идет рассмотрение исков в суде, то есть, ну, еще раз говорю, все, что-то вся зависящее в своих силах и своей воле сделано, соответственно, никто не исключает ответственности самого собственника. У нас есть уголовная ответственность, предусмотренная статьей 109 Уголовного кодекса, это причинение смерти по неосторожности. Есть уголовная ответственность, предусмотренная статьей 118, это причинение тяжкого вреда по неосторожности. Мы не говорим тут об умышленном каком-то преступлении, но когда я знаю, что у меня есть какой-то козырек, и я вижу, ходя мимо него каждый день, что на нем лежит глыба льда, либо глыба снега, я, как любой здравомыслящий человек, понимаю о том, что этот снег может быть упасть, и я просто обязан понимать, что этот снег может упасть на человека, который находится внизу. Судебная практика, вы сказали, есть, да? Да, судебная практика есть. Возбуждается в этом, в том числе и по этой статье. Насколько много? Ну, вот по тем делам, которые были в прошлом году, дело таких не прошли через суды. Где-то, конечно, кончилось амнистией. Раз принято такое решение государственной думы, то она обязательно подлежит применению. Ну, еще раз говорю, это есть. По крайней мере, мастера вот этих эксплуатационных организаций, они отвечали по статье 238, это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и жизни, здоровья потребителей. У вас представитель только одной управляющей компании, да, Ленинского района на круглом столе был. Просто хотелось бы узнать, как ситуация обстоит в других управляющих компаниях, насколько они активно предупреждают жильцов. Вам известно? Мы вот сейчас тоже вот этим вопросом занялись, так очень плотно, и в ближайшее время, скорее всего, что мы опять же вынуждены будем обращаться в суды. Да, мы понимаем о том, что вот сама лишь по себе организация данного собрания без воли все-таки собственников установить эти ограждения, ну, к конечному-то итогу не приведет. Вот, но все-таки, почему бы, вот, может быть, где-то и будет организовано надлежащим образом это собрание, да, и все-таки, может быть, в каких-то домах жильцы ну, здравый смысл восторжествует, да, и будет принято соответствующее решение. Но мы уверены, что действительно, как бы, вот эти собрания, даже посмотреть вот по этой управляющей компании, это же очень крупная компания, ну, что такое 20 домов там, да, для нее, ну, наверное, это капля такая в море. Сколько вы 1200 сказали с лишним? Это же не 1200, а Козырьков. Это Козырьков, домов-то ведь больше. Я думаю, что домов около тысячи обслуживаются компанией, поэтому вот мы, еще раз говорю, посмотрим, обязательно все управляющие компании, такая сейчас работа прокурорами всех районов города Кирова, она проводится, итоги ее будут в ближайшее время, потому что мы сами в этом заинтересованы, то есть все меры принять. Но, еще раз говорю, вот в тех случаях, когда собрания будут признаны несостоящимися, либо же, когда собственники прямо проголосуют, ну, здесь вот мы уже, как государственный какой-то надзорный орган, да, мы меры принять какие-то не сможем. Это уже все остается на совесть у людей, и потом, что бегать-то и кричать там, что кто-то виноват, там все, прежде всего, вы виноваты. Слушайте, а зачастую ведь установка этих Козырьков, там, остеклением, занимаются, ну, частные фирмы, у которых масса, они вообще предупреждают, говорят людям о том, что мы не можем это сделать, потому что это незаконно. Нет, ответственности-то ведь на них нет. Они по заказу, есть заказчик, они, в общем-то, отработали, к ним-то какие претензии, точки зрения безопасности. То есть проекты они не делают, обычно жители сами говорят, нам проекты не нужны. Ну, вот то, что мы проговорили, я вот хочу чуть-чуть, еще раз, чтобы вы услышали. Общие собрания, они нужны тогда, когда мы говорим о ограждении от снега на крышах. А Козырьки, это отдельная тема, и мы вот, затронув тему Козырьков, перешли как раз на круглом-то столе ко второй очень важной теме, это вот ограждающие конструкции в целом на крыше. Но вот если вот сейчас ко второй части перейти от круглого стола, в общем-то, понятно, что легализовать нельзя. Понятно, что повезло тому, у кого в проекте сразу на дом Козырек был. Те, конечно, они абсолютно законны, если они в проекте есть. Но что сейчас делать? Вот впереди зима, у управляющих компаний есть сложная процедура, сперва уведомили, потом обратились в суд. Понятно, что все эти Козырьки, они в эту зиму останутся. Ну, большинство, по крайней мере, точно. Конечно, и мы решали вторую задачу, а, собственно, тогда, а как поступать? И выработана следующая рекомендация. Всем управляющим компаниям, вне зависимости законной и незаконной Козырьки, проводить работы по уборке снега самостоятельно с дальнейшим перепредъявлением затрат на уборку снега собственникам или нанимателям. То есть, как бы управляющая компания будет эти Козырьки очищать, а потом за эту работу предъявлять оплату? Конкретному, да. Конкретному же собственнику зольятую, да? Я спросил, сколько это будет стоить, но мне сказали, как, большая часть этих Козырьков находится под крышей, поэтому альпинисты с крыши почистить не могут, когда планово чистят снег. Скорее всего, будет заказываться вышка. Час работы вышки стоит полторы тысячи рублей. А чистить будут сколько раз? По мере необходимости. То есть, могут и много, смотря какая зима будет, да? Дорогое удовольствие получается Козырёк-то держать. Да. Может быть, кстати, вот это и повлияет на людей. Может, они начнут демонтировать, посчитав, собственно говоря, затраты. Тут всё законно? Да, мы над этой конструкцией тоже вместе обсуждали. По сути, получается, какая ситуация. Есть такое понятие неосновательное обогащение. Но это не означает, что я просто так где-то деньги. А если я даже на чём-то сэкономил, а я сэкономил на затратах по очистке этого, то есть по вызову той же автовышки, по оплате каких-то услуг, вот это сэкономленное, это то же самое, что неосновательное обогащение, потому что за меня это заплатил кто-то другой. То есть это не какая-то такая распространённая правовая формула, то есть она закреплена гражданским законодательством. И здесь вот именно уже не требуется никакого проведения общего собрания. И вот эти деньги-то за этот козырёк, они будут раскидываться не на всех собственников многоквартирного дома, а именно тот, с чего козырька всё-то убрали. Только так. То есть тогда вот здесь уже... Почему? Потому что вот эти все козырьки, равно как и балконы, лоджии, это не общее имущество многоквартирного дома. То есть это сюда не входит. Поэтому тут уже не требуется. Сергей Николаевич, это как? Я просто хотел сказать, что получается так, что если вот у меня почистили козырёк, а я не плачу, то я подпаду, значит, под статью о незаконном обогащении. Ну, это не совсем под статью. То есть вы можете понести гражданскую ответственность. Ну, всё-таки есть на меня управа такая, да? Безусловно. Понятно. Сергей Николаевич, это как? Отдельная квитанция будет или что? Вот пока то, что мы проговорили, это будет отдельная строка в квитанции. Отдельная строка? Для отдельно взятых квартир. Пуза поднимется. Увидят люди. Что такое? Да, люди могут не согласиться и, соответственно, обратиться в суд. И вот просто мы как раз и хотим донести до всех, что вправе не согласиться, обратиться в суд. Но мы твёрдо уверены, что суд примет в сторону управляющей компании. Суд, скорее всего, примет решение просто демонтировать этот незаконный козырёк. Если такие требования будут заявлены, то безусловно. Два решения, на самом деле. Если гражданин обратится за тем, что неправомерно натислено за уборку, то мы считаем, что в суде это решение устоит. А решение по демонтажу, это другая процедура. Это управляющая компания, это уже как мы говорили, они будут проводить процессы, то есть сперва уведомят, дадут какие-то сроки. Если это не будет сделано, ну, как-то будут по какой-то методике обращаться в суд. Вот, да, не быстро, но процесс пойдёт. Ведь надо всем понимать, что как только в суде проигравшая сторона, а мы ожидаем, что это будут жители, будет признана, то она ещё и заплатит судебные издержки. А в том случае, если по судебному решению сам, собственно, не согласится убрать этот козырёк, снова приедет автовышка, будет его демонтировать, и это опять на него дополнительные расходы. Давайте сейчас прервёмся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается морская пятница, и в первом часе у нас проблема незаконно установленных козырьков на верхних этажах многоквартирных домов. Напомню, что в гостях у нас Сергей Улитин, член общественной палаты Кировской области, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, и Дмитрий Смолинцев, прокурор города Кирова. Мы забыли напомнить с Николаем про опрос. Традиционно, вспомните, у нас что-то в последнее время плохо. На сайте Кирова и на нашей странице ВКонтакте вы можете проголосовать, крыши балконов на верхних этажах должны чистить от снега сами жильцы или управляющие компании. Ну и на сайте, и на странице ВКонтакте с большим отрывом лидирует вариант ответа управляющая компания. Нет, ну сам жилец полезет, это еще один аварийный случай будет стопудово, так что, на самом деле, чистить должны профессионалы, платить должны жильцы. А есть, кстати, у нас случаи, когда все-таки сами лезут? Наверняка есть, но пока какие-то... Пока кто-то не упал тут об этом. Я бы, честно говоря, никому не советовал, самому, тем более зимой, когда уже вот это подтавление скользкое, это все же опасно очень. 708-502, номер нашего эфира и номер для СМС 8909-720-101-0. Сейчас вот в перерыве Сергей Николаевич заговорил о новой инициативе Центра общественного контроля. Что за инициатива? Мы объявили горячую линию, нам показалось, что еще одна проблема в городе, это до того, пока выпал первый снег, сейчас самое темное время. Дети идут из школ, причем они идут не только днем, кто-то идет со второй смены, кто-то идет с секции занятий. И очень важным элементом безопасности является освещенность, особенно во дворовых территориях. Есть исследования, что там, где горит свет, там и бомжи перестают собираться, и уровень безопасности резко повышается. И мы проводим опрос, потому что мы уверены, что не все дворы так освещены, чтобы было это безопасно. Не понимаем масштаб бедствия, поэтому начали с опроса для того, чтобы потом дальше с администрацией разговаривать. Мы, правда, решили поступить не только через горячую линию, но мы написали письма на директоров школ. Мы хотим вовлечь школьников, будущих наших граждан, в процесс понимания инфраструктуры городской. И те, кто сейчас в АБЖ проходит вот эти соответствующие темы, мы очень надеемся, что одно из домашних заданий будет это прийти домой и как раз у себя во дворе посмотреть, а есть ли фонари, а горят ли эти фонари, если есть, а есть ли темные зоны, куда не попасть. Ну вот, хотим еще, чтобы и дети вовлеклись вот в такое понимание, а как же в нашей городской среде жить, чтобы было комфортно. Так, то есть попросту речь идет о том, что вот школьник идет в школу или домой и смотрит, горят ли фонари, и он отмечает это, где не горят, и потом можно обратиться куда-то, рассказать об этом. Всю информацию мы аккумулируем, передадим в администрацию города. Мы с ними уже предварительно договорились до старта этой акции, что они постараются максимально отреагировать на те замечания, которые есть. То есть мы понимаем, что у нас есть два крайних случая. Все хорошо, фонарей достаточно, и все они горят. Второй крайний случай. Фонарей не то чтобы недостаточно, их в принципе нет. Но мы ожидаем, что будет очень большое количество обращений, когда фонари есть, но они не горят. Ну вот просто это, по-моему, предыдущий опыт работы в общественной деятельности. Есть такая в городе проблема. Причем, когда мы начинаем со службами разговаривать, службы-то говорят, так мы это, собственно, не всегда располагаем информацией, у нас нет достаточного количества обходчиков. Я не защищаю те службы, которые этим занимаются, они вообще-то так должны регулярно осматривать. Но, тем не менее, как проблему мы это себе видим. Ну тут видите, еще жильцы сами должны, конечно, активность проявлять. Потому что, например, дом, где я не так давно жил, это пятитажечка такая стандартная, да, хрущевка. Там в основном живут люди пожилые. Они поздно вечером на улицу не выходят. Когда они выходят, вот где-то 7-8 часов зимой темно. Окошки горят, и двор освещен. А тут и рассвет уже скоро. Вот. И там все эти ухабы, все это видно более-менее. Потом они уходят домой. А вот тем, кто поздно приходит уже, да, когда окошки погасли, это вообще идешь и ноги ломаешь. Потому что там никогда не поймешь, куда ты попадешь. Какую яму в лужу или что-то еще. Но жильцы-то не пожалуются, потому что таких, кто ходит ночью, их мало. Ну вот мы поэтому и стартовали до тех пор, пока не выпал снег. У нас есть звонок. Алло. О, здравствуйте. Здрасте. Мария Ивановна, да? Да, да. Наша постоянная слушательница, да. Я вам не звонила. У меня в квартире, понимаете, все время гудит. Соседи, видимо, поставили конденционеры. Сверху гудит, снизу гудит, сбоку гудит. Ну прямо, ну невозможно жить уже несколько. А с января вообще 15-го года все время гудит. Я не знаю, что делать. Я им говорила и писала, они улыбаются. А сказали, что в суд, говорит, подавайте. Наверное, правильно сказали. Мария Ивановна, это гудение, оно мешает вам спать. Да разумеется, понимаете, все время, ну как в цехе, как вот на заводе. Понимаете, монотонный гудит, так, у-у-у, вот в общем так гудит. Мария Ивановна, спасибо. Ну вот как обычно это бывает в наших передачах, посвященных хотя бы одной проблеме ЖКХ, это сразу начинает расплаваться, расплаваться. Нет, ну в данном случае я думаю, что вот у нас есть все-таки прокурор, Дмитрий Владимирович, что посоветуете? Замерять уровень шума? Ну, зачем замерять уровень шума? Все-таки кондиционер тоже у нас устанавливается с соблюдением определенной процедуры. Наверное, с этого и надо начать. У нас есть контролирующий орган, Кировская государственная жилищная инспекция. Необходимо для начала, наверное, туда обратиться, получить ответ, что, наверное, все это незаконно. То есть туда и ГЖИ сможет принять меры административной ответственности. Либо тогда уже в суд обращаться с требованием демонтажа. Ну вот, у нас и открылась рубрика, рубрика «Ответы на вопросы» с участием Сергея Улитина и Дмитрия Смоленцева. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Можно ли задать такой вопрос? Как вас зовут? Скажите только, пожалуйста. Как вас зовут? Юля. Юля, да, пожалуйста. Мы живем на пятом этаже. У нас как раз вот сделан козырек. Сделали мы его. Ну, как бы он у нас и был. Просто сейчас мы его немножко совершенствовали. Для чего нам нужен вообще балкон? Чтобы им пользоваться. Чтобы ребенок мог выйти на балкон и не упасть. Чтобы голуби нам не загадили балкон. Потому что на пятый этаж они лезут под крышу. Юля, простите, вы сказали, вы заехали в квартиру, и козырек уже был. Да. Да. Понятно. Ну, просто зимой, когда у нас наметает снега очень много, муж звонил в ЖКХ, у нас шапка снега. Уберите, пожалуйста, с крыши. Не с балкона, а именно с крыши. Хорошо. Приезжали, убирали? Нет, на следующий день он снова звонит. Уберите шапку. Внизу может упасть. У нас как бы зимой под балконом никто не ходит. Но ставят машины. Кто у вас управляющая компания? Ой, я даже не помню. В общем, на Левитана, которая. Ну, так Ленинская. Скорее всего, Ленинская, наверное. Вот. После четвертого звонка они могут прийти и посмотреть. Ну-ка они приходили, смотрели? Они придут, посмотрят и уходят. Они натянут ленточку, и все. Она оставить это не обезопасит. Убирайте снег с крыши. Муж говорит, дайте мне ключи с чердака, я хотя бы хоть немножко уберу. Нет, мы не дадим вам ключи. Дмитрий Владимирович. Ну, Юлия, тут, во-первых, управляющая компания, обслуживающая организация не просто обязана это сделать, поскольку если вы сами уже говорите о том, что нависает какая-то снежная шапка, и явно она угрожает. Другой вопрос. Ну, всегда найдутся такие, которые могут недобросоверствовать на свои обязанности. Здесь уже, еще раз говорю, обращайтесь, обращайтесь в прокуратуру, обращайтесь, еще раз говорю, в другие контролирующие органы. То есть мы всегда на такие факты реагировали и будем реагировать обязательно. Действительно... Наверное, во-первых, что голуби там у вас там снег наметают. Ну, извините, вы приобрели квартиру, в которой именно балкон. Балкон от лоджи отличается, ведь наверняка понимаете, чем купили вы сознательно на пятом этаже. То есть, ну, тогда будьте добры и мириться с тем, что у вас там не должно быть никакого козырька. Я не утверждаю, что, может быть, он у вас и был предусмотрен проектом, но если вы что-то изменили, и опять, если что-то произойдет, связанное с падением снега с вашего козырька, ну, поверьте, что как бы вам тоже придется разделить какую-то ответственность, тут уж ничего не сделаешь. Хорошо, вот вы говорили еще о таком, что узаконить или какие-то поставить защиту от падения снега. Узаконить, еще раз говорю, нельзя, козырек. Нет, если у нас правильно не было. А защиту на крышу поставить. А защиту на крышу, да, да. Защиту на крышу, да, то есть снегозаграждающее устройство, то есть, но, еще раз говорю, если у вас дом, простите, какого года постройки, вы не знаете? Ой, не помню, панельный дом. Ну, панельный, но старший. Ну, давайте, дома, вот и 50. До 2010 года, да? Это точно до 2010, скорее до 80-го, да. Вот до 2010 года, значит, если у вас дом такой, то вы вправе это все сделать, как жильцы, как собрание собственников жильцов собрать и заплатить какую-то денежку определенную там, и это вам, ну, сделают, должны сделать. Я думаю, что управляющая компания, прежде всего, тоже в этом заинтересована, чтобы там не нести риски, опять же, ответственности за падение снега на кого-то. Но, еще раз говорю, это делается именно за счет жильцов. Ну, вот мы в первой части программы говорили. Только 25-30 рублей с квадратного метра. Да, да. Ну, это значит, нам получается обратиться надо в ЖКП. У вас управляющая компания Ленинская, то есть вы обратитесь туда и попросите, чтобы они инициировали проведение общего собрания. И жилищный кодекс, он также обязывает управляющую компанию провести подобное собрание, организовать его, собрать жильцов, направить уведомления, обозначить вопрос, который, провести всю калькуляцию и уже собрать, ну, я уже говорил, приводил примеры из 20 домов, где такие собрания проводились. В 18-ти они вообще не состоялись, а в 2-х просто люди в большинстве свидетельствам скажут, что нет, не надо, будем дальше ходить и рисковать. Сергей Николаевич, тут половина жильцов или 2-трети собрания должна принимать? На общем собрании какое количество голосов? Ну, по этому вопросу, скорее всего, 2-трети. 2-треть. Да, 2-треть. Юля, вы еще на связи? Алло. Она слышит все равно. Да, я просто хотел спросить, нет, сколько вообще было обращений в управляющую компанию, то есть, возможно, не только одну зиму уже прожили там. Может, каждая зима. Я понимаю так, что ей стоит этой зимой снова опять-таки обращаться в управляющую компанию с просьбой очистить, только, скорее всего, обращаться лучше в письменном виде, да? Если они откажут, тогда уже жаловаться. Да, вот я говорю, все-таки выход не в том, чтобы деньги жильца брать и козыреки за деньги чистить и ждать, когда он наконец-то соизволит, когда ему надоест платить. Поверьте, что даже 1200 вот этих козырьков, которые есть там в том же одном только Ленинском районе, у нас 1200 вот этих автовышек не будет по городу нигде, если все их собрать даже. И поэтому цель-то все-таки надо бороться, прежде всего, с причиной, а не то, чтобы там каким-то образом рублем там что-то. Я никогда, допустим, не понимал, что кто-то мне что-то обязан там сделать, я надеюсь на то, что если вы для меня что-то не сделали, я там с вас такой штраф, защищу там столько денег там, да, ну и надо, наверное, исходить с того, исходить, прежде всего, из собственной безопасности. Ну, кому-то нужны деньги, если там всю жизнь в инвалидной кляске ездить, а то и вообще, как говорится, там уже перейти в небытие. Кстати, вот Юля-то позвонила, на самом деле, хороший пример, ведь очень часто люди выйдут на площадке, даже в управляющую компанию не звонят, бывает так, что между собой посудачили, что вот, какие плохо работают. И успокоились. Да, то есть она так-то поступила правильно с супругом, они молодцы. Единственное, что управляющие компании больше всего боятся тогда, когда обращение письменное видео. Да, я почему говорю, что надо писать? Кстати, да, вот управляющая компания, вот, как бы парадоксально не было, да, мы все уже привыкли, потому что у нас государственные органы, там, учреждения обязаны ответить гражданину. Да, если не ответил, он несет ответственность административную, штраф на чиновника накладывается по статье 5.59 КОАП. Так вот, в управляющей организации аналогичная ситуация. Вот закон на управляющую компанию как раз распространяется письменно, туда отдали, не получили ответ, при том, что нужно понимать, потому что если ответ требует какой-то проверки, там, да, поднять кучу документов, изучить и написать, то 30 дней, а если не требуется ничего, вот эта просьба о том, что вы меня чистите, пожалуйста, какая тут нужна проверка-то быть, да, то вообще 15 дней дается. И в тех случаях, когда граждане не получают ответа от управляющей компании, вот здесь, в том числе, прежде всего, и наш интерес, то есть мы готовы вот с ними разбираться там до конца. То есть не полениться самолично прийти в управляющую компанию, заявление подать, заявление, кстати, в свободной форме, ну, от руки, да? Главное, чтобы была отметка о том, что мы приняли. Да, отметка, чтобы мы приняли, и причем вот эта исключительная компетенция прокуратуры, вот о реагировании на такие сообщения, поэтому здесь даже не надо думать, заморачиваться, куда-то бежать, искать какой-то контролирующий орган, все, пожалуйста, вот к нам, мы, еще раз говорю, поправим такие управляющие компании с удовольствием. Есть у нас сообщение на 8-909-720-1-0, нет грамотных спецов в управляющих компаниях, иначе не гибли бы люди, в отличие от пологих крыш, заграждения на скатных крышах не работают. Все равно глыбы летят на тротуары, и тема эта бесконечная. Что действительно, вот те заграждения, о которых мы говорим, не стопроцентная защита, считают наши люди? Ну, стопроцентного никогда ничего не бывает. Вот помните тот пример, когда на Ленина, где-то в районе перекрестка с улицы Герцена, там на мужчину упала тоже глыба льда. И после которого у него тяжелые последствия со здоровьем, там, со зрением. Смотрите, крыша была очищена, но кто-то вот там, очищая эту крышу, да, там, к слуховой трубе, там, прилип кусок льда, его просто не отдолбили, там, ну, может, крышу побоялись попрутить, еще что-то, и вот именно вот этот кусок, ну, как можно страховаться на сто процентов? Да ничего, никогда, никто инструкцию, страховки не даст, но это ведь уже, скажем так, значительное уменьшение, ну, возможности наступления какого-то такого несчастного случая. Скажите, пометуя вот тех печальных событий прошлой зимы, означает ли это, что нынешней зимой, грядущей зимой, ну, как-то более пристальное внимание уже будет со стороны прокуратуры, Сергей Николаевич? Да, конечно. Все структуры, которые работают с темой ЖКХ, будут на чуку. На самом деле, мне кажется, что самое главное, чтобы все управляющие компании, а там были и саморегулированные организации, они письма свои разошлют по всем управляющим компаниям, по крайней мере, управляющие компании будут понимать, как в этих случаях поступать однозначно. Ну что, спасибо большое нашим гостям, Сергей Улитин, Дмитрий Смоленцев. Что касается нашего вопроса, вернее, его итогов, крыши балконов на верхних этажах должны чистить от снега. Кто, сами жильцы или управляющие компании? По-прежнему с большим отрывом управляющая компания все-таки у нас лидирует. Мы с Николаем не прощаемся, сейчас у нас новости, вернемся во втором части.